Я видела практически все, что есть на рынке в разных комбинациях. А будете ли вы вскрывать коды? Нет, мы не вскрываем коды, сразу говорят. Я никогда не скажу, что робоэдвайзинг, шагая по планете, задает всех инвестиционных советников. Никогда этого не будет. Автоконсультирование и автоследование – это сравнительно новое явление на финансовом рынке. Екатерина, что это? Это два таких зверя, про которых я сейчас вам расскажу. Смотрите, вот это сложно выговариваемое слово «автоследование», с которым возникает большое количество ассоциаций, у наших зрителей наверняка, оно появилось для обозначения определенного явления, ровно как и слово «автоконсультирование». Почему такие слова? Потому что вообще в русском языке проблема с подбором слов для нормативных документов. Если кто-то пробовал писать, вот у меня слова Режегова висит в онлайне всегда, потому что достаточно сложно подобрать значения. Что такое автоконсультирование в понимании нашего нормативного акта, который действует в Российской Федерации? Это программа, которая позволяет инвестиционному советнику с небольшим участием сотрудников инвестиционного советника, или с ограниченным участием, ограниченное участие – это введение информации, какой-то полвозраст, доходы и так далее, в эту программу позволяет сформировать рекомендацию. Автоследование – это второй кубик, который часто прилагается к первому. Это программа, которая позволяет выданную рекомендацию инвестиционным советникам автоматически преобразовать поручение брокеру на исполнение сделки. Вот этим у нас называется автоследование. К этому надо привыкнуть. Это немножко новое, но к значениям этих слов нужно привыкнуть и пользоваться. Это, я понимаю, все-таки разница между этими понятиями есть. Конечно. Клиент приходит к инвестиционному консультанту, проходит риск профилирования, инвестиционный профиль составляется от человека, после этого инвестиционный консультант открывает одну из этих волшебных программ и с помощью этой программы, с помощью нее готовит инвестиционные рекомендации для клиента. Например? Это так работает. Как вариант. На самом деле все немножко сложнее и вариативнее. То есть мир вообще разный, сложный и занимательный. Есть определенные, я их называю кубики, вот их три, которые мы выделили в процессе аккредитации программ. У нас у Науфер есть право аккредитации программ, полученное сыро от Банка России. Я видела практически все, что есть на рынке в разных комбинациях. Есть три условных кубика, которые в обязательном порядке присутствуют в разных комбинациях любой аккредитованной программе. Первый кубик – это блок инвестиционного профилирования клиента. То есть он может присутствовать в программе, либо он может не присутствовать в программе. И иногда бывает так, что программа получает данные об определенном инвестиционном профиле откуда-то из внешнего источника. Из другой программы этот профиль определяется вручную, либо нет. Второй блок, второй кубик – это кубик автоконсультирования. Генерит рекомендацию программа сама, либо же ее генерит живой реальный человек. И третий кубик – это программа автоследования. Автоследование – это та программа, которая, еще раз повторюсь, автоматически преобразует сигнал, полученный от инвестиционного советника либо из программы, либо от него непосредственно в поручении брокеру. Вот программа может жить без первого кубика, без модуля инвестиционного профилирования, может жить с ним. Автоконсультирование может жить как без автоследования, так и без инвестиционного профилирования. И автоследование точно так же может быть само по себе, передавать сигналы от инвестиционного советника непосредственно на счет клиенту, либо в паре с инвестиционным консультированием и в троечке с инвестиционным профилированием. То есть вот эти три основные кубика, которые в разных комбинациях, собственно, составляют тот софт, которым может пользоваться советник. А в чем, собственно, состоит процесс аккредитации таких программ здесь у нас на нашем рынке? Здесь у нас на нашем рынке, то бишь у нас, все достаточно просто, да, ничего страшного, это звучит так аккредитация. Ну серьезное слово. Вопрос, который возникает у людей, которые приносят этот продукт к нам на рассмотрение, а будете ли вы вскрывать коды? Нет, мы не вскрываем коды, сразу говорю, да, мы не вскрываем коды, ваша интеллектуальная собственность не пострадает. Мы проверяем соответствие механизма работы вашей программы тому, что вы написали в документах. Основная часть усилий по аккредитации, которые осуществляются, как, простите, на нашей обычной стороне, да, это мы приводим вот эту программу, которая часто была сделана, скажем так, до начала вообще функционирования любого законодательства, мы ее приводим в соответствии с действующими нормами закона и нормативных актов соответствующих, да. То есть рекомендация должна быть подписана простой электронной подписью, мы посмотрим, где это написано. В рекомендации должна быть ссылка на конфликт интересов и увдомление о рисках, и мы на это посмотрим. Советник зарегистрированный должен давать сигнал, мы на это посмотрим. Ну и какие-то вот такие не самые затейливые вещи, прямо скажем, да. Мы оформляем пакет документов и, собственно, даем аккредитацию. Люди написали такую программу. Да. Во-первых, что это за люди, откуда они берутся? Это программисты, это математики, это... Вот мне реально интересно. Мне интересно, кто они, кто они эти люди. Они вообще торговались сами на фондовом рынке или нет? В абсолютно смысле. И когда они принесли эту программу вам, вот какая последовательность действия их ожидает? Все будет хорошо. Да, это главное, что нужно сейчас усвоить. Значит, отвечая на вопрос, кто, собственно, эти люди, меня очень забавляет тот факт, что ни одна из программ не является стопроцентным каким-то подобием другой программы. Они все разные. Причем разные настолько, что иди, удаешься. Кто эти люди? Кто к нам приходит в качестве заявителя? В первую очередь, конечно же, это компании большие, которые всегда на рынке были, которые зарегистрировались с инстанционным советником и хотят аккредитовать софт, которым они пользуются не только в России, но и по всему миру. Такие примеры есть. Второй вид условных заявителей, это компании, которые сделали собственную разработку. Как правило, это брокерские компании, которые совмещают с инстанционным консультированием свою деятельность. И третий условный вид, вот это та самая группа, торговали ли они. Ну, первое, понятно, что торговали. У них экспертиза либо по рынку, либо в Российской Федерации огромная. Это независимые разработчики. Да, у нас есть независимые разработчики. И это самая интересная, наверное, группа, потому что они самые смелые. Да, у них очень... Наверное, они что-то не знают. Нет, они как раз знают, они достаточно оригинальны в подходах к формированию принципов алгоритмов. То есть у нас достаточно серьезные софты аккредитованы. И я когда вот их рассматриваю, я получаю просто интеллектуальное удовольствие от того осознания, что, собственно, у них было вложено разработчиками. Это очень интересно. У нас есть искусственный интеллект, у нас есть метод фракталов, самоподобие больших структур. У нас есть программа, которая использует очень серьезные методики моего любимого фундаментального анализа. То есть у нас есть в чем поразбираться. Когда есть вопросы и негде взять ответы. Когда экономическая обстановка меняется стремительно и непредсказуемо. Когда регуляторы диктуют новые правила игры. Читайте finversia.ru Finversia в самом центре денежных потоков. Программа прошла аккредитацию. Что с ней происходит далее? Нужно ее как-то переаккредитовывать? Когда? А вдруг они что-то дописывают туда? Обязаны ли они отчитываться перед вами, что они что-то дописали? Они должны будут с нами связаться. Мы это пишем в документах, которые мы выдаем, чтобы никто ничего не забыл. В том случае, если меняется механизм работы программ. Если не меняется механизм работы программы, например, расширяется перечень инструментов, с которыми работает программа, то мы идем по облегченному пути. Мы просто просим нас уведомить о том, что изменился, например, перечень инструментов. А так, в общем, ничего страшного пока в этом нет. Возможно, будет. Об этом чуть попозже. Давайте прямо сейчас тогда. Что же откладывать? А что ждет вот эту отрасль, автоотрасль финансового рынка в будущем? Как вы считаете? Ну, наверное, не авто. Наверное, вообще отрасль институционных советников. Нужно понимать, что в каком-то обозримом достаточно будущем будут приняты советом директоров Банка России стандарты. Базовые по институционному консультированию, которые комитет, который я возглавляю, написал и за них проголосовал. Сейчас они на рассмотрении в юридическом, соответственно, департаменте Банка России. Через какое-то время эти стандарты будут приняты. Базовый стандарт деятельности. Базовый стандарт имеет силу нормативного документа. И спустя определенное количество месяцев, 6 месяцев, основные положения его вступят в силу. Мы ожидаем, что положение касательно определения сонной рекомендации вступит в силу немедленно после принятия советом директоров Банка России. Все остальное через полгода. И этот стандарт, он, скажем так, расширяет несколько и детализирует те требования, которые существуют сейчас в нормативных актах. Ну, иначе зачем бы он должен был бы появиться? И в этом случае, конечно же, мы будем внимательно смотреть, чтобы все программы были приведены в соответствие. Но это касается не только программ, это касается вообще деятельности институционных советников. Кроме того, в следующем году мы планируем начать проверки программ на предмет соответствия тому, что, собственно, было заявлено. Чтобы отслеживать какие-то возможные изменения и быть на страже интересов клиентов, институционных советников, которые этими программами пользуются. А клиенты уже обращаются в НАУФР за какими-то вопросами, разъяснениями, с жалобами на какие-то программы или нет? Это еще не происходит? Пока не видела никого. Пока всех все устраивает. Это можно сделать. Пожалуйста, у нас есть для этого возможность. Вы можете написать жалобу на кого-то из членов НАУФР. Но до настоящего момента никто не обращался, всех все устраивает. Портрет клиента, если вкратце об этом говорить, на которого рассчитаны эти программы. Это кто? Это человек, которому некогда заниматься самостоятельно трейдингом, который инвестиции хотят поручить инвестсоветникам и таким программам. О каких суммах идет речь? Какими суммами такие программы могут оперировать? Я думаю, что любая программа вам скажет, что они любую сумму проинвестируют. Но давайте исходить из реальности. Я могу отталкиваться от тех цифр, которые мы как СРО собираем от своих участников и публикуем каждый год. Я эти цифры вижу, поскольку мы являемся НАУФР, является центром экспертизы по организации онлайн-продаж на фондовом рынке. Это тема другого большого ролика, не про инвестиционных советников. Но я эту тему все время отслеживаю. Средний чек по привлечению онлайн где-то 180 тысяч, в зависимости от способа модификации. Но плюс-минус вокруг этой цифры он будет крутиться. И, конечно же, весь этот онлайн-инструментарий предназначен в первую очередь тем клиентам, которые обращаются онлайн за услугой. Это вот такой порядок цифр. У меня есть подозрение, что есть... Но это совершенно не обязательно относится ко всем аккредитованным программам, это относится к онлайну. Есть аккредитованные программы, которые стоят в подразделениях больших крупных банков. И там, собственно, верхняя закрышечка-то она не существует. Там любые миллионы. Часто общался с клиентами, которые пользуются услугами инвестиционных консультантов. И я просто задавал такой вопрос. Ну вот посмотрите, вы же можете воспользоваться какой-то программой. Робо-эдвайзинг существует. Давайте, пользуйтесь. А мне сказали, нет, я хочу посмотреть в глаза тому человеку, чьи советы... Мы с тобой просто очень старые. Зачем ты меня на это выводишь? Это реальная история? Конечно, реальная история. Конечно, я сама бы предпочла кого-то поговорить. Ну, потому что я это делаю последние 20 лет, с чего бы я вдруг захотела вдруг нажимать кнопки. Есть огромное поколение людей. Ну, у нас уже там 3 миллиона счетов открыты на московской бирже. Я не очень сильно сомневаюсь, что все эти 3 миллиона прям хотят идти кому-то в глаза смотреть. Абсолютно. Вот какой-то суммы. Я говорю именно, что все равно есть какая-то сумма сверху, а вот дальше об этих деньгах мы будем с вами говорить лично. Это я даже спорить не буду, это я абсолютно согласна. Любой человек, который занимается private banking, скажет тебе, что private banking это про поговорить, а не про инвестиционные рекомендации. Это работает по-другому. Но в стране, понимаешь, в чем дело? Вот я когда-то работала со злом, 15 лет было такое в моей практике. Я когда-то начинала работать, в 99-м году в компании такой тройка диалог я была менеджером проводить с клиентами. И у меня стоял прям официальный запрет от compliance разговаривать с клиентом меньше 100 тысяч долларов. Потому что считалось, что это невыгодно разговаривать с клиентом. Время сотрудника стоит дороже. Да, время сотрудника стоит дороже. И вот этот вот огромный чек по нынешним временам, вот он за последние 20 лет, он так снижался, 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 снижался. И приехал на 180 тысяч рублей, вот про которые я тебе говорила, пресловутые. И это означает, соответственно, необходимость снижения затрат на обслуживание таких клиентов. Конечно же, клиенты с большими чеками были, есть и будут. Я никогда не скажу, что робо-эдвайзинг, шагая по планете, задает всех инвестиционных советников. Никогда этого не будет. Я в это не верю. Всегда будет какая-то часть, которая захочет поговорить. Ну, по крайней мере, пока жило вот это поколение, которое помнит и держал в руках первый сотовый телефон. Это я опять же про себя. Поэтому всегда будет место и классическому инвестиционному консультированию, и робо-эдвайзингу, которому никуда нам не деться. Мы идем в онлайн, в ритейл давно и крепко. Подтверждаете ли вы такой тезис, что бурное развитие программ для консультирования, инвестиционного консультирования, но все-таки человеческий фактор не уберут, что будет здесь, на этом рынке, жить одновременно и человек, как человек, и вот эта программа. И где-то они будут оказывать клиенту услуги совместно, а где-то это будет разделение все-таки. Понимаешь ли, Игорь, в чем дело? Дело в том, что ни один алгоритм, он без человека, в принципе, не возникнет. Поэтому... Под человеком, я понимаю, именно инвестиционного консультанта. Да, ни один алгоритм не возникнет без того человека, который его разработал, если это инвестиционный советник, они совпадают в одном лице. Ни один алгоритм не будет использоваться инвестиционным советником, если кто-то разработал его, например, другой, без изучения начинки, как он работает. Поэтому вот этот тезис, что терминатор всех победит, и роботы проработят планету, я не думаю, что так будет. Просто потому, что это перебор и, ну, откровенная фантастика, да. В основу любого алгоритма, абсолютно любой программы заложена человеческая воля создать его. Поэтому совсем остаться без человеческого участия не получится. Главаз.